Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я с вами хочу проговорить про фитнес-залы. На самом деле, свой вот этот жирок я хотел уже, планировал, убирать давно. Что я сделал? Естественно, я закупился абонементом в спортзал. Да, дома тренял, дома занимался. У меня прошлое, это активная спортивная такая карьера была, в виде там паркур, трикинг и все такое, шоу-программу мы выступали, танцевально-развлекательное шоу делали, ну и сейчас не об этом. Хочу с вами сейчас поговорить и поделиться, как бы, своим опытом про новую сеть DDX Fitness. Это ни в коем случае не реклама, это я просто хочу насторожить каких-то ребят, ну вот и поделиться своим советом. Это как бы обратно такой фидбэк насчет DDX Fitness. Вот. И самое главное, я хочу сказать, что они не клиента-ориентированы вообще. Я не знаю, кто там работает, но клиента-ориентированности ноль. Это большой минус, большой плюс, как для меня, это классные тренажеры и то, что большая сеть у них есть по Москве и Московской области, ну и в других городах России. Но обо всем сейчас по порядку, так что подписывайся на канал, заваривай себе чаек и давай пойдем. И вот я смотрю на себя в зеркало, вижу щеки, второй, третий подбородок, уже наел пузон, слетал в Турцию. Да и много где, я не знаю, просто как-то режим питания сбился, все более сидячее, менее какой-то активности в какой-то период жизни было. Ну, естественно, все люди набирают, вот, когда у них этот жизненный цикл, наверное, приходит. Вот. Тут я задумался, так, нужно бы какой-нибудь зал, какой-нибудь абонемент. Смотрю, один зал такой, там, 30 тысяч в год, с басиком, с одним, со вторым. Алло, приезжайте. Да, мы вам покажем. То, все, это я не про DDX, а про других конкурентов, которые находятся рядышком. Я приезжаю, а она вежливо, хотите кофеек, водичку, чем занимались, поинтересовались, показала зал, говорит, это то, сё. И я такой думаю, блин, классно, зал классный. Она такая, ну вот для вас 28 за год, ну вот, я такой считаю, блин, 28 тысяч за год, ну это единоразовый платеж. Ну вот, я думаю, блин, на самом деле классно. А зал здоровый, там, по-моему, 2000 квадратов, ну вот, с басиком, со спа, со всей вот этой вообще остановочной инфраструктурой, которая есть внутри. Вот. Я такой, да не, не, ладно, сейчас подумаю на самом деле, ну и к вам приеду. Ну это, знаете, когда ты такой, ну тебе реально нужно подумать, ты не знаешь, поедешь, ты будешь в него ходить, то, что тебе надо завертно. Вот ты должен на год примерно подумать, что ты точно будешь сидеть в стране. Вот. Потому что для меня это, наверное, критично. Ну и не суть. И тут, каким-то чудесным образом, я смотрю, у меня недалеко от дома находится торговый центр Solaris. Вот. В нем находится DDX Fitness. И там реклама 1700 за месяц, там, занятия, я такой, блин, 1700, ну, довольно сладкая цена тоже за месяц, ты не плачь за год. И тут я беру абонемент, который стоит, там, самый вот этот дорогой у них абонемент, он стоит там 2300, это где-то около 25 тысяч рублей, то, что за год, ну, если суммарно обрисовать. Я беру абонемент за 2300 месяц, там, SPA, безлимитный доступ, ну, вот, и все такое. И вот. С чем я столкнулся вообще? С какими проблемами я столкнулся? Я когда пришел, мне нехотя, во-первых, то, что начинали его как-то вообще, она ничего не рассказала, ничего не показала. Вот, сказала, раздевалка вон там, знаешь, что, как это все работает? Я такой, да, ну, вот, ну, я думаю, ну, ладно, может быть, у девочки плохое настроение, ну, мы все люди, ну, вот, все должны же понимать, то, что все люди у всех перепадают, ну, перепад настроения иногда бывает. Я думаю, ну, ладно, да даже если она на работе, ну, вот, даже есть злостные комментарии, типа, она на работе, она должна вести себя деликатно. Ну, бывают такие дни, ну, давайте согласимся. У них там написано, что, как я приду на тренировку, ну, для меня сразу проведут там полный анализ тела, там, сколько жиров и вот этого всего, как это убирать, как лучше достигать и, ну, и что вы думаете? На самом деле ничего не было. Мне потом через неделю, после того, как я неделю отходил, через неделю мне пишет девочка-тренер и говорит о том, что давайте я вам это все проведу. Ну, вот, вам удобно? А, вам удобно в четверг, в пятницу, там, строки-то-то каких-то? Я говорю, ну, в пятницу давайте, там, к пяти. Она такая, ну, смотрите, с двух до пяти. Я такой, окей, ну, вот, но я понимаю то, что, ну, с двух до пяти она то, что, ну, там то, что будет, то, что в зале. Вот, я говорю, сколько это будет по времени? Это по времени будет то, что 15 минут, она говорит, то, что, ну, быстренько это все. И потом в 4 часа она такая пишет, Алексей, вы где? Я такой, я в пути, я еду. Ну, вот, извините, я в 4 уже ухожу, я говорю, написали до пяти. Нет, в 4 уже все. Ну, как бы, я не хочу эту тему все размасоливать, но, как бы, ну, как бы, я отходил неделю. Потом мне предлагают о том, что я должен подстраиваться под тренера, потому что другие тренера, я не знаю, почему не могли сразу мне провести бодибаланс этот. Ну, ладно, это второй, наверное, минус. Первый, давайте подытожим чуть-чуть. Первый, это хмурые лица на ресепшене, я не знаю, почему, и почему они такие хмурые, потому что зарплаты у них реально нормальные. Я бы сказал, хорошие для фитнес-инструкторов, для фитнес-центра, ну, вот. Второе, я хочу сказать, что почему я, как клиент, который платит деньги, должен подстраиваться, ну, вот, чтобы мне, там, бодибаланс, там, жиров и мою программу тренировок, ну, вот, как-то, ну, почему я должен подстраиваться вообще под фитнес? Ну, вот, почему там есть другие тренера, и это я понимаю сам, у меня спортивное образование, то, что есть, я понимаю, как это все работает, я не понимаю, почему я должен подстраиваться под кого-то, ну, вот, платить деньги, мне еще должны поговорить, извините, я сегодня раньше ухожу, я не могу вас принять. Вот, потом, по пригласительным, был снег, суровый снег, вот, я то, что приехал в фитнес, хотел провести человека, мы опоздали буквально там на 15 минут, там у них, типа, до 5, типа, бесплатно, ну, вот, можно провести там человека, ну, вот, в будни, а выходные, там, с 10 утра до 10 вечера, вот, ну, мы приезжаем, я говорю, блин, у нас сугробы были, и, говорю, там, мороз капец, ну, вот, на улице, опоздали на 15 минут, можно пройти? Человек, мы буквально на часик, то, что позаниматься, и вы, что думаете? Не, извините, я вас не пущу. Я говорю, блин, там, что, в системе не пропускают? Ну, тут, знаете, такие системы, которые он такой, нет, там, в системе все хорошо, просто я вас не пропущу, это политика компании. Вы вообще думаете, какая политика компании? Это, конечно, классно, политика компании, что-то сдерживать, но не когда ты работаешь с клиентом, не показывать вот это свое эго. Я понимаю о том, что, если бы мы каждый день опаздывали, либо я туда каждый день кого-то приводил, либо каждый день с кем-то опаздывал, вот, тут мы приехали, все знают, что это были жуткие морозы, ну, вот, снега выпадало, все стояло, и человек приходит первый раз, я говорю, ну, мы думаем, то, что, может быть, купить абонемент человеку, либо нет. И, заметьте, сейчас я вам дальше расскажу одну особенную вещь, которой он мне ничего не сказал. Я такой думаю, ладно, политика компании, но мы все-таки опоздали, некрасиво с их стороны, потому что я клиент, я плачу деньги, у меня есть в этом моем абонементе эта категория. Ведь можно пойти навстречу было клиенту и сказать, ну, хорошо, вы проходите, не то, что в 4.59 я вас пропущу, а потом то, что, ну, в 5.01 уже нет, и в 5.00 нет. 4.59 бы подошли, уже бы, да, пропустил. Но это как бы некрасиво. И знаете что? Мы ушли. Думаем, стоим в сторонке, брать ли на месяц сразу абонемент, либо нет. Ну, вот человек думает, он не знает, экскурсию никто не предложил, ну, и фиксы этой экскурсии. А скидка, которая была 90% перед Новым годом, кто-то нам об ней сказал, там вообще никто не говорит, им вообще насрать, которые там, да, прямым словом насрать. Вот. Фитнес-зал, я ничего не хочу сказать, фитнес-зал, он классный, он клевый, давайте тут разграничим работу персонала и фитнес-зал. Фитнес-зал классный, всю структуру, как бы по оплате, по всей вот этой истории выстроены классно. То, что ходи в разные фитнес-залы при покупке абонементов в 2300, это круто. Но отношение между клиентом и тренером, это вообще, это что-то ужасное. Я не знаю, откуда это все пошло. Был так, это у нас третий момент, как я полагаю. То, что мы пришли, нам ничего не сказали, не сказали ни про скидку, ни про чего. Но, если честно, он бы сказал нам про скидку, я думаю, мы бы просто, ну, там, вступительный взнос 3000 рублей, а тут 90% скидка, ну и сколько, 300 рублей. Ну, мы бы взяли этот гребаный абонемент за 2000. Ну, в чем тут была проблема, чувак, эй, ребята, с DDX-фитнеса, камон, ну, в чем была проблема сказать про скидку? Либо сказать, ну, понимаете, такая политика компании, я вас сейчас не могу туда потренить. Ну, хотите, сейчас экскурсию, сейчас по-быстрому пройдем, я вам все покажу. Ну, вот, если вам все ок, у нас еще 90% скидка на новогодние праздники. Камон, ребят, ну, надо же как-то работать с клиентами, ну, это вообще невозможно. Ну, это был вот как раз третий минус. Четвертый, господи, четвертый минус, это уже четвертый, ну, вот, набирается. В DDX-фитнесе не работает нормальная техподдержка, не работает нормальное приложение. Еще раз, залы классные, да. Если, ребятам я своим советую, советую туда прийти и говорю то, что, всегда то, что, ну, почему-то там тренера и, ну, там есть вот эти минусы, которые я сейчас вам рассказываю. Своим друзьям я тоже про них говорю. Про техподдержку, вот, давайте сейчас затронем тему. Это четвертая, между прочим, причина. Ну, вот, эти причины очень весомые. Не зря я вначале то, что вам привело пример с другим фитнес-залом. А здесь уже то, что техподдержка, которая через приложение не отвечает и не работает. Когда я пришел разбираться на ресепшн, у меня был случай, вкратце. Я в Турции, понимаю, ну, улетел в Турцию, ну, экстренно, ну, так получилось. У меня, ну, пытаюсь заморозить абонемент. Мне приложение пишет, обратитесь на ресепшн, вы не можете заморозить через приложение. Ну, вот, я понимаю то, что, блин, какая-то фигня. Пишу в техподдержку, здрасте. Ну, через приложение тоже пишу, потому что у них там есть обратная связь, там, по заморозке, по всей вот этой истории. Пишу, ноль ответа, ноль привета, вообще ничего. Вы представляете, я жду день, два, три, потом еще снова пишу. Думаю, ладно, прилечу, приеду, разберусь. Ну, не могут же они своих клиентов просто вот так взять, кинуть. Прихожу на ресепшн. Ну, деньги с меня за месяц там списали. Я думаю, ну, блин, ладно, ну, не такие большие деньги, конечно, но все же это деньги. Вот, прихожу на ресепшн, женщина, ой, девочка там стоит такая. Ну, вы понимаете, мы тут сделать ничего не можем, в техподдержку напишите, вам там обязательно помогут. Что? Вы посмотрите, что мне написала техподдержка. Сейчас я возьму, вот, телефон. Какой у нас был диалог с техподдержкой? Это вообще нонсенс, господи. Здравствуйте, рад приветствовать. Ну, вот, вы можете видеть, добрый день, был за границей, у вас не работал заморозки, приложение. Что можно сделать? И вот они пишут, пишут, вот, я потихонечку листаю. Вот, они мне пишут. Если можно, пришлите скрины приложения с датами заморозки. Я тут не понимаю, какие скрины приложения. У меня сообщение ушло, все ушло. Найдите просто мой email и посмотрите. Ну, вот, у вас что-то не работало, ребят, come on guys, это вообще, это ненормально. Ну, вот, я пишу, где можно посмотреть историю писем, которых я отправлял в техподдержку через приложение. Я там все приложения шуршал, там нигде ничего нету, там есть только отправить и все. Истории даже никакой нет. Я думаю, ладно, ну, сырое приложение, ну, сочтемся. Вот, пишу почту. Ваш клуб, поточним, у них я пишу, там, Solaris. Напишите ваш номер телефона. Пишу номер телефона. Все, ноль ответа, ноль. Вообще никто и ничего. Все, останавливаю запись. Ноль ответа, ребят, просто ноль. Как такое возможно? Поддержка, техподдержка. Надо было написать. Извините, письма не получили, это не получили. Ну, там, тот, тот. Ну, надо же как-то работать, отвечать. Техподдержка дерьмо, 4. Ой, господи. Ну, много ли ходит туда народа? Пятую причину, я не знаю, какую. У меня, вот, обоснованных 4 причины есть. Короче, сейчас с братом решили ему взять абонемент. Он у меня студент. Всем привет. Вот. В итоге, что, вот, мы сумочками, чтобы не думали, что мы халявим. Мы с сумочками приехали, целенаправленно. Просто у них членский взнос для студентов, у них 66%. Вот, и получается, мы подходим к Solaris. Это именно в Solaris. Говорит парень, ну, здесь скидок для студентов нет. Езжайте, пожалуйста, то, что в другой GDX, который находится, ну, в любой другой. Потому что мы в Solaris скидки студентам не делаем. Это вообще, по-моему, это маразматический бред. Берите там безлимитный вот этот, типа, доступ по всем сетям за 2 300 и приезжайте к нам назад. Вот. Ты что думаешь? Надо ехать. Ну, это вообще, это бред на самом деле. Вот. Мы приедем в другой, куда-нибудь, в Беляево, купим там абонемент за 2 300. Поедем назад, сюда приедем и спокойно пройдем. А здесь, ну, за 2 300 и скидка 66% наступительный взнос. Не 3 тысячи заплатим, а тысячу рублей. Вот. То, что там на 2 тысячи дешевле заплатим, чем здесь, а здесь так нельзя. Короче, это вообще, это бред. Ребят, с DDX, если вы это смотрите, вот с этими четырьмя пунктами, что будем делать? Я не понимаю. Надо как-то их прорабатывать, улучшать вообще сервис, клиента, клиентаориентированность вообще-то. Я не знаю, если вы всех попад туда набираете без спортивного образования, ну, это, конечно, классно, но это, конечно, ваш бизнес, ваше дело. Вот. Ну, как-то надо эти пробелы-то убирать, это потому что ненормально. Один абонемент я куплю дороже за год сразу заплачу, чем буду ходить сюда за месяц. Я сюда хожу, потому что классные тренажеры, классные залы. Ну, если при удобном случае найти абонемент чуть дороже, и там будут классные менеджеры, классные инструктора, которые не будут там ходить и как-то там возмущаться, то, ну, и будут ходить помогать, потому что я занимался акробатикой очень долго, паркур, акробатика, я ругувку закончил, я в департаменте спорта и минспорте отработал, я знаю, как эта вся каша работает, но так никто не поступает. Мы с ворд-классом работали напрямую, ну, у них есть клиентаориентированность, здесь нету. В этом только и проблема. Надо делать что-то с персоналом, либо их обучать, чтобы хотя бы к ним клиент приходит, чтобы на ресепшн не улыбались, чтобы когда, чтобы не ты, как клиент, бегал за тренером, а чтобы тренер то, что сказал то, что, так, ну, на менеджер говорит, ты приходишь, так, у вас сегодня первая тренировочка, вот, дежурный тренер, сейчас он вам водный баланс то, что и проверит, ну, вот, и скажет, что он вам делать. Господи, ребят, это 10-15 минут то, что занимается, на весы там все померил, все сделал. Господи, с этим надо что-то делать. Давайте сейчас перейдем к плюсам, на самом деле, DDX фитнеса. Сейчас минус перебрали. Плюс, как и ранее говорил, плюсы мы сейчас пройдем быстро, потому что, ну, плюсики есть на то и плюс, на самом деле. Новое спортивное сооружение, ой, сооружение. Много. Много фитнес-залов вообще по территории Москвы, области, ну, как, ну, Москвы и в других городах, на самом деле. И покупая дорогой абонемент, ты можешь, как бы, заниматься в других залах там тоже, ну, вот. Неважно, где ты в каком зале купил, в любой другой зал можешь есть, вот. В других городах тоже он есть, вот. Доступ к там, спа классный, хамам классный, мне вообще нравится хамам. Ну, вот, сливые там, лежаки и все такое, там, солярий, ну, вот. Ну, как бы все круто, кроме басика, ну, вот. Я знаю, что в Бутово там есть джакузи, ну, бассейна нет. Ну, и фиг с ним, с этим бассейном. Басик, ну, пошел отдельно в бассейн, поплавал. Потому что за эти деньги, как бы, это классно. Новые тренажеры, новое все, но новое это пока что новое. Ну, потому что я не думаю, что их в ближайшее время, когда-то будут что-то менять. И пока новое, это все классно за эту сумму, за эти деньги. Ну, вот. Минусы вы все услышали. Вот. Спа классные, тренажеры классные, доступно, близко, все понятно. Вот. Классные бывают акции, которые предоставляют тебе какую-то скидку, как на Черную Пятницу, там, на вступительный взнос, не 3 тысячи, а сколько-то. Самое главное, я указал на минусы, с которыми нужно поработать. Потому что ни один другой, мне кажется, фитнес-центр, вот. Вот. Я такого еще нигде не встречал за свою карьеру и за то, сколько я работал с спортивными учреждениями. И вообще, я нигде этого не встречал первый раз здесь, чтобы так безалаберно относились к клиентам вообще. Вот. Я думаю, вам есть что, я не знаю, если кто из ДДХ смотрит, я думаю, вам есть о чем подумать. Если вы считаете, что тут доводы нецелесообразны, пожалуйста, напишите все в комментариях. И, ребят, кто ходит тоже в какой-нибудь ДДХ фитнес, либо в другой, напишите, как у вас с этим вообще обстоят дела. Вон, поделитесь, пожалуйста, все в комментариях. Я буду очень рад каждому из вас. А мы сегодня поедем худеть, снова в Саварис, самостоятельно вот эти щеки убирать. Так что, все. До новых встреч. Пока. Продолжение следует...